Привет! Вы на канале Супер Тима Бэйблэйд Энд Геймс. И сегодня мы открываем новый супер крутой гайкинг набор Б-153. Главный бэй в наборе очень необычный. Электронный бэй загадочного блейдера. Вот он, которого зовут Гвинн. Это первый электронный бэй аниме Бэйблэйд Бёрст. И ходят слухи, что в пятом сезоне все бэй будут электронными. Сегодня его внимательно рассмотрим и протестируем в битвах. Последнюю новинку от Такара Томми. Крутой гатинга кустомай сет Б-153 нам прислал магазин Бэйблэйда Лёва. Ссылочки есть в описании под видео. В этот набор входит 4 интересных бэя. Прайм Апокалипсис, Регалия Генезис, И Рей Фафнир, Космо Дрэгон. Каждый из них уникален по-своему. Но самый необычный, Это какой? Регалия Генезис, конечно, с электронным двигателем. Да, и этот бэй может менять движение во время боя. Ого! Сегодня мы его распакуем. Этот самый необычный бэй распакуем. А обзоры остальных бэйов будут в следующих видео. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас на наш канал, чтобы не пропустить. Регалия Генезис, Вот этот вот беленький бэй, Принадлежит загадочному блэйдеру, Которого зовут Гвин. Он, ну вот только-только появился в 4 сезоне Бэйблэйдбёрст 29 серии. И я думаю, что именно Регалия Генезис Сможет победить Артура Персиваль, Который со своим Бэем Прайм Апокалипсис Уничтожил Эйс Дрэгона Данта Кэрю, Главного героя Бэйблэйдбёрст Райс. Ага. Ага. Я тогда чуть ли не плакал. Ну я думаю, что наша новиночка, Вот эта вот новиночка крутая сегодня, Я думаю, сможет победить вот этого непобедимого Апокалипсиса. Ну давай распаковывать. И будем наконец-то смотреть. Давай. Таких коробок у нас еще тут не было. Прикольная чуть-чуть. Ой, 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 ой. Вот еще скотч. Капец, сколько скотча. О, ребята, вот смотрите, вот смотрите, вот они. Вот они, 4 крутых новиночки. Ну давай, первенький, первенький открывай. Регалия Генезис. Ребята, а обзоры будут очень скоро вот этих остальных боев. Очень скоро подписывайтесь, чтобы не пропустить. Тим, и вот это тебе тоже понадобится. Тут ключик, он тоже нужен. О, хочется скорее, хочется уже скорее его увидеть. Вау, 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 ребятка, ребята, смотрите, смотрите. Вот он, энергетический слой Тим. Причем он не разбирается. И он не разбирается. Это первый энергетический слой, который все три части собраны вместе и не разбираются. Вообще даже. И вот он, какой наконечник. Такой массивный. И тут встроен силовой диск. Но сейчас мы вам все расскажем. Давай еще наклеечки. Клеим наклеечки и все внимательно рассмотрим. Регалия Генезис состоит всего из двух частей. Энергетического слоя и наконечника. Энергетический слой называется, так и называется, регалия Генезис, что переводится как королевское происхождение. Этот энергетический слой не разбирается. В нем чип и весовая часть встроены. И это несмотря на то, что система тоже называется Гатинка Лайер Систем. У этого энергетического слоя очень необычное крепление. Для того, чтобы его соединить с наконечником, нужно зажать вот эти две кнопки, которые расположены снизу и сверху. Вот они. Вот одна с одной стороны и такая же с другой стороны. То есть одеваем, зажимаем и дальше он будет свободно вращаться на наконечнике. Разберемся с этой особенностью чуть позже. Давай посмотрим на уникальный электрический наконечник. Давай. Наконечник вот такой вот очень большой и объемный. На очень тоненьком кончике. И силовой диск здесь тоже встроен. Он не разбирается. Наконечник очень похож на электрические Бэй и Хасбро. Помнишь, у тебя где-то есть и Спрайзен, и Волтроек, да? Он выглядел, этот наконечник, точно так же. Такара Томми таких не выпускала. Это первые. И первый такой электронный Бэй появился в четвертом сезоне Бэйлэй Бёрст. Таких раньше не было. Только Хасбро выпускала. И вот наконец-то дождались от Такара Томми. Вот такой толстый наконечник, он похож на свечащийся Бэйлэй, помнишь, были? Да, да, да. Вот такой вот он был широкий. Да, 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 похож. Вот он. Давай его рассмотрим. На наконечнике с его внешней части находится кнопочка его включения. И удобно, кстати, использовать вот такой вот ключик для того, чтобы включить или выключить, да? О, вот, загудел. Причем гудит он импульсами, слышишь? Угу. То есть запускаем мы этот Бэй лаунчером, обычным, привычным, как и любой другой. Но во время битвы этот наконечник будет давать дополнительные импульсы вращения. Это очень интересно. Бэй от Хасбро были не такие. Вообще. Они просто включались и постоянно работали. А здесь будет даваться такой импульс для продолжения атаки. Это очень интересно. И что еще необычно смотрим? Вот с этой стороны есть еще один переключатель. На нем написано R и L. То есть он может переключить наконечник на работу влево или вправо. Получается, можно выбрать режим работы. Это тоже очень круто. Еще вот этот ключик удобно использовать для того, чтобы достать батарейки. Батарейки здесь внутри их три. Хочешь посмотреть, какие они? Давай. Давай. Открывай, давай посмотрим, как он разбирается и как поменять батарейки. Ведь батарейки сядут рано или поздно. Правда ведь? Наверное, уже докрутил. Не, не, не. Докрутил. О, ребята, смотрите, как он выглядит изнутри. И батарейки удобно достать именно при помощи вот такого ключика. Тут батарейки-таблеточки, да? Стандартная. ЛР-4, наверное, да? Ну, да. Ну, давай достанем, посмотрим. Так, вот, смотрите, вот. Смотри, там есть специальная дырочка, смотри. Да, вот. В эту дырочку вставляешь. Тянешь. И тянешь. Она тут ключом притянается. Гнется, да? Да. То есть проще отверточку туда засунуть, наверное, и достать, да? Угу. О, так удобнее, да? Получается, вроде бы, все хорошо продумали, положили ключик, чтобы доставать. Но какой-то он такой мягкий, что ним невозможно достать. По крайней мере, у Тимы не получилось ключиком, но получилось отверточкой. Но батарейка здесь обычная, да? Да. Вот такие тут у нас обычные батареечки. Мы, я думаю, такие легко найдем, если надо будет заменить. Очень простые, почти везде продаются. А теперь собираем этот бэй. Причем он очень необычно собирается. Как я уже говорила, нужно зажать две кнопочки энергетического слоя. И только так можно одеть наконечник. Один щелчок, всего один щелчок. И покажи, что теперь энергетический слой будет прокручиваться. Да, то есть он свободно вращается. То есть можно его сколько угодно бить, а он не будет слетать. Это очень необычно. Мама, давай продвижировать способность в битву. Давай еще его взвесим. Мне интересно, он с батарейками, он, наверное, будет и тяжелый. Давай. Давай. Давай сначала по отдельности, а потом взвесим вес из любопытства. Хорошо. Давай, сколько у него тут энергетический слой весит? 26. Приличненько. Наконечник сейчас еще больше будет. Наконечник, наверное, будет самый тяжелый. 38. Конечно, он же там еще с батарейками. И вместе 64. Круто, да? Крутая заявочка. Крутая. Тяжеленький Бэй. Посмотрим, как он будет себя вести в битвах. Ну, давай тащи арену, будем сражать его. Тащу. Давай сделаем три тестирующих боя, как всегда. Я предлагаю с Бэем главного героя четвертого сезона, да? Эйс Дрэгон. Баток. Твой любимый Юнион Ахиллес, да? Мой любимый Лордс Фрайзен. Давай проверим. Сможет он их побороть, а? Да. Насколько крутая эта новиночка, проверим. Давай, первый раунд. Три, два, один, четыре, два. Он засветился, смотри. Засветился. Вау, кто-то меня наносит. Но тебя так качает, да? Смотри, как он упал. Ого. Что? Это из-за того, что он засветился? Я думала, он сейчас упадет. Но, видимо, пошел вот этот вот импульс, да? И он его раскружил, раскружил, раскружил. Ну, прикольный Бэй. Хотя я проигрываю пока, но я еще попробую отыграться. Но Бэй очень необычно интересный. Мне нравится второй раунд. Три, два, один, четыре. Идем, батл. Ааа. Стасовался и полетел. У меня бесконечное кручение. Батарейки не бесконечные. Сядут твои батарейки. Прокрутиться я буду дольше. Битва будет или нет, эй? Нет. Нет. Ааа, нет. Есть. Ну, круто. Круто, необычно. Я даже не знаю. Его надо как-то посильнее оббить. Может, разобьется только разве что. Потому что перекружить так вообще нереально этот моторчик. Вообще как? Надо попробовать с этим Фениксом Гибридом. Он же там тоже часок может крутиться. Ну, не часок. Давай-ка я попробую, возьму Юнион Ахиллеса. Он очень неплохо бьет. Попробую тебя разбить. Вторая битва. Три, два, один. Аааа. Почувствуй силу Ахиллеса. Я же говорила. Нужно хорошенечко ударить. Потому что перекружить его вообще невозможно. Ха-ха-ха. Юнион Ахиллес крут. И Лордс Прайзен тоже крут. Сейчас увидим. Третья битва. Три, два, один. Сперва. Давай, Спрайзен, давай, Спрайзен. Давай, давай, давай. Я хочу с ним. Ааа. Ну как? Отстановили. Ты убегал. Ты убегал. Ты просто от него убегал. Второй раунд. Три, два, один. Сперва. Боже, бай, 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 бай. Берем, Спрайзен. Ну, хорошенький ударчик нужен. Спрайзен. Смотри, ну ты убегаешь просто. Смотри. Трусливо убегаешь. Занесло. Держись. Держись. Есть. Ты убегал. Ты опять убегал. Убегал. Это моя стратегия. Главное, я выиграл. 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 Ну, это же Лордс Прайзен. Разлетелся. Разлетелся. А теперь его так взяла. А потом он разлетелся. Ну, поздно разлетелся. Ну, прикольный этот бэй. Ребята, пишите в комментариях под видео, что вы думаете. Будет очень интересно, если действительно в пятом сезоне все бэи будут электронными. Пока Такара Томми официально никакой информации не дает. Но в интернете появились такие слухи, что, возможно, вот такие будут бэи в пятом сезоне. Но мне кажется, это было бы интересно, да? Да. Пишите в комментариях под видео, какие вы хотите видеть битвы с вот этой вот новиночкой. И не пропустите, уже в следующем, следующем видео будет обзорчик крутого, мега крутого бэя, который называется Апокалипсис. Прайм Апокалипсис. Не пропустите. Ой. Он говорит вам пока-пока. А, ну да. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok